Добрый день, дорогие друзья! Выборы в Московскую Городскую Думу обозначили серьезную проблему, которая важна для всего российского гражданского общества. И это проблема не только противостояния с Единой Россией. Собственно, сейчас та проблема, о которой я хочу поговорить, проблема общемирового масштаба. Этот вопрос – демократия или популизм? Популизм – это то, что не просто используют технологические приемы, популизм абсолютизирует их с целью скорейшего достижения результата. Другой подход – ценностный. Он тоже предполагает использование технологий, но в пределах ценностных ограничений. Вот для меня лично с баррикад у Белого дома в 1991 году главным являются именно принципы. Именно они заставили меня вписаться за разрушаемое НТВ в 2001 году, дав им 200 миллионов долларов, чтобы отбиться от долгов к «Газпрому». Именно они помешали мне договориться с Путиным в 2003-м в обмен на молчание о коррупции и отказ от поддержки независимой оппозиции. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП. Принципы не дали мне подписать признание вины в 2009, когда в обмен намекалось на помилование. Они заставили меня провести в тюрьме еще 4 долгих года. «Заплатив такую цену за свои принципы, а они мои, даже вы можете быть с ними не согласны, я не откажусь от этих принципов, даже если придется умереть, а не просто пережить недовольство союзников». Суть этих принципов очень проста. Нет авторитаризма в любом обличии. Каждый имеет право на свое мнение и на его публичную защиту. Нет политическим репрессиям. Совесть – главный критерий. Сегодня, подводя итоги выборов в Московскую городскую думу, мы на самом деле говорим о 2021 годе. К этому году оппозиции надо подойти консолидированно, поэтому надо сделать вывод из произошедшего. Сколько раз за последний месяц вы слышали «Ходорковский против умного голосования», «Ходорковский за Касамару» и, наконец, «Ходорковский за Байкот». Причем говорили это не по НТВ, не по РЕН-ТВ, и не Пригожинские боты. Говорили это коллеги по оппозиционному лагерю, что удивительно, ну и, конечно, что скрывать, неприятно. Пока шла избирательная кампания и подсчитывались результаты голосования, громко отвечать на такие выпады было неправильно. Когда у коллег были обыски в штабах, поднимать эту тему было бы, ну, как бы неэтично. А вот сейчас уже на холодную, как говорится, голову самое время. На старте избирательной кампании этого года у нас с коллегами из ФБК были примерно одинаковые позиции. Мы все поддерживали регистрацию кандидатов. Когда я говорю «коллеги» из ФБК, я имею в виду, естественно, Алексея Навального и его команду. Я поддерживал регистрацию всех оппозиционных кандидатов. Коллеги поддерживали тех, кого они выбрали. Ну, это наше фундаментальное с ними расхождение. Я выступаю за демократические ценности, которые предусматривают соблюдение прав всех, включая моих оппонентов. Коллеги же сражаются за власть и поддерживают тех, кого выгодно в данный конкретный момент. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я просто говорю о том, что это такой факт. Ситуация принципиально изменилась после отказа в регистрации всем независимым кандидатам в Мосгордуму. И главное, после силового и, можно сказать, уголовного подавления акций в поддержку независимых кандидатов. Для меня лично стало очевидно, что власти избрали репрессии в качестве основного инструмента для борьбы с политическими оппонентами. Ну, кстати, сейчас, уже после выборов, я думаю, это очевидно не только для меня. И наглые, незаконные, спланированные обыски в том же ФБК и голосе тому подтверждение. Я уже выражал коллегам свое сочувствие и поддержку. И повторю, что если нужна какая-то помощь, то кроме той юридической защиты, которой, как и всегда, мы задействованы, я всегда готов откликнуться. Так вот, как сидели с 10-летним стажем, я прекрасно понимаю и опасность уголовных репрессий против политических противников, и методы, как противостоять этому. Поэтому за две недели до выборов я выступил с обращением, где призвал заявить, мы не голосуем за кандидатов, не выступивших против репрессий. И я призвал не останавливать уличный протест. Я сказал, обязательно надо идти на избирательный участок. А в том случае, если в списке не будет тех, кто выступает против репрессий, то бюллетень следует превратить в листовку протеста. Мне сразу заявили, никто из оставшихся в списке кандидатов не решится на это, а если смельчаки, мол, найдутся, то их сразу снимут с выбором. Между тем, ко дню выборов 67 из 225 кандидатов твердо выступили против репрессий. 31 человек из них был номинирован в списке умного голосования. 15 победили. Тогда же я обещал опубликовать список тех, кто выступил против репрессий, а кто нет. Важное отличие от списка умного голосования, который на тот момент еще просто не было, это был список не тех, за кого надо голосовать, а список всех кандидатов с указанием их отношения к репрессиям. На сайте было четко указано, цитирую, «Не все, кто выступил против репрессий, заслуживают, чтобы за них отдали свой голос». И вот здесь мы подходим к очень важному, ключевому моменту. У умного голосования есть такая особенность. Оно не объясняет, почему вы должны голосовать за того или иного кандидата. То есть декларируется некий общий принцип «Сильнейший против Единой России» по некой неизвестной никому социологии. Но больше сайт умного голосования вам ничего не скажет. Убедитесь сами. Пользователям умного голосования предлагается принять на веру, что этот кандидат определен некой непонятной и неприведенной на сайте социологии как сильнейший. Или что этот кандидат сам, к примеру, не поддерживается властью. Или что он не придерживается с таких взглядов, что вам будет за это голосование стыдно до конца жизни. Вы можете сказать, ну да ладно, ну что ты нагнетаешь, придумаешь какие-то абсурдные сценарии. Это не абсурд. Это факты. В 30-м округе Москвы умным голосованием был поддержан, очевидно, не сильнейший кандидат. Коммунит Жуковский даже с поддержкой умного голосования проиграл самовыдвиженцу Юниману. Причем о таком соотношении сил штабу умного голосования было известно до выборов. Это публично обсуждалось. Юниман присылал свою социологию публично. А сколько еще таких людей было по проигранным 25 округам? Но умное голосование призывало голосовать за Жуковского. Результат избран единоросс. А, например, как минимум два кандидата от КПРФ, за которых агитировало умное голосование, совершенно очевидно, поддерживались мэрии. Это бывший министр культуры СССР Николай Губенко и внук главы КПРФ Леонид Зюганов. Ну, посмотрите на их округа. Посмотрите, у Губенко с Зюгановым нет конкурентов от мэрии. Почему? Потому что эти двое и были кандидатами от мэрии. А как же с принципом голосования против власти? Вы посмотрите на то, что Леонид Зюганов думает про Сталина. Ну, может быть, вы еще бы и собрались за него голосовать, несмотря на это. Несмотря на то, что он поддерживается мэрией. Имеете полное право. Но согласитесь, такую информацию о кандидате должен иметь каждый избиратель. И про ФСБшников в списке умного голосования. И про человека с записью, что судим за воровство. Может, они все и неплохие люди, но избиратель должен знать факты и принимать решения по совести. Наш сайт предоставлял такую информацию. В 31 случае эта информация была скорее в пользу списка умного голосования. В 14 случаях скорее нет. Услугами нашего списка воспользовалось более 40 тысяч человек. Кто-то из них в результате смог принять информированное решение в пользу списка умного голосования. Кто-то, наверняка, посмотрев на эту информацию, принял решение против. Теперь коллеги разгоняют претензию, что те кандидаты их списка, которые не добрали немного голосов до победы, не победили из-за меня. Логично тогда считать, что те, кто немного опередили противника, тоже моя заслуга. Но давайте немного задумаемся над другими цифрами. Общее превышение числа голосов за список умного голосования по сравнению с прошлыми выборами на тех же участках по приблизительной оценке Кирилла Рогова 220 тысяч человек. 220-250 тысяч голосов. Это завышенная цифра, потому что здесь могли быть наоборот коммунисты, единороссы, которых привели голосовать за Единую Россию, они, не зная про умное голосование, проголосовали за коммунистов назло. Это обычная модель протестного голосования, которую мы в прошлом году видели в регионах. Часть этого превышения это протестное голосование прежних сторонников Ядра и других прокремлевских партий, не знавших ничего про умное голосование или знавших, но не ориентировавшихся на него. То есть идея Навального и ФБК получила поддержку около 150 тысяч москвичей. Это немало. Но почему лишь 150 тысяч из почти миллиона готовых поддерживать демократических кандидатов на выборах? Не в непрозрачности ли выборов здесь дело? Не в отказе ли от кооперации? От учета мнения других демократических сил? Я лично искренне сожалею, что коллеги решили подменить разговор о том, почему список умного голосования вообще не содержит никакой аргументации, так вот подменить на вранье, что Ходорковский поддержал Касамару или что Ходорковский за бойкот. Вы прекрасно видите, не поддержал Касамару и не за бойкот. Зачем потребовалась эта ложь? Это все просто, на мой взгляд. Пакетное соглашение с КПРФ не позволяло исключить из списка умного голосования ряд сомнительных фигур, о которых я уже говорил. Если бы список умного голосования по Москве стал предметом анализа и обсуждения, этих вопросов избежать бы не удалось, и пакетное соглашение с КПРФ стало бы публичным. Результат демократический избиратель, который обычно на выборы не особо ходит, и в этот раз на выборы не пошел. Явка осталась практически прежней, около 22%. А тот демократический избиратель, который пошел на выборы, не всегда поддержал список ФБК. Ну, хочет демократический избиратель именно консолидации, а не вождя. Хочет принимать информированное решение, а не действовать на основании веры неизвестным отцам. Еще раз поясню, я не против пакетных соглашений и тактических союзов с коммунистами. Я за консолидированное голосование, но по согласованному и объясненному демократическими силами списку. Нельзя держать избирателя, особенно избирателя демократического, за толпу баранов. Если бы заявленный список кандидатов был прозрачен и понятен, если бы он учитывал ключевой вопрос повестки дня это отношение к репрессиям, то, безусловно, почти все демократические силы поддержали бы его. И сейчас остается только гадать, каких результатов можно было бы добиться в Москве при таких условиях. Проблема была именно в нежелании учесть мнение значительной части демократических избирателей, в нежелании объяснить свой выбор и услышать другие аргументы. Именно это оставило демократического избирателя дома или заставило его сделать свои бюллетени недействительными? Да, возможно, мы сумели бы согласовать кандидатов не всех 45 участков, а только на 38 или на 30. Но и прошло бы в Мосгордуму не 17 несогласованных с мэрией депутатов, как сейчас, а больше. Я убежден, что демократический избиратель пришел бы на выборы и сказал бы свое слово. Но что еще более важно, это не был бы список двух приличных людей, а остальные сброд, как описал умное голосование один из его авторов Леонид Волков. Это был бы общий список тех, за кого мы голосовали не просто в пику власти, но еще и ради конкретной цели консолидированно выступить против репрессий. И когда власть стала бы красть голоса, она это сделала, то люди вышли бы на улицы, потому что за сброд не выходят, а за консолидированный список против репрессий выходят. И вот тогда можно было бы действительно победить и отстоять ребят, которые сейчас фактически оказались заложниками борьбы за тех, кого сейчас люди воспринимают именно как сброд. Для примера. в Питере в рамках нашего проекта «Объединенные демократы» мы сделали согласованный демократическими силами список. Список поддержало и умное голосование, и остальные. Результат был не только достигнут небывалый для Питера успех. 140 человек, причем именно демократического списка прошли на своих участках, но люди вышли в поддержку своих кандидатов, там, где у них крали голоса. А вот там, где такая, как в Питере, работа не была проделана, там и ситуация другая. В рамках умного голосования была объявлена главная цель. Мы получим большинство, если будем голосовать по-умному. Она не достигнута. И это не случайность. Политтехнологии важны, но нельзя подменять ими идеологию. Смена власти при авторитаризме это то, за что приходится платить очень дорого судьбами, тюрьмой, жизнями. За политтехнологию такую цену не платят. Ее платят за убеждение. Вот я лично верю в демократическое, европейское будущее моей страны. За это я заплатил большую цену, 10 лет жизни и заплачу еще, если придется. Но я хочу платить так дорого не за то, что мы натянули нос единой России, а за свои убеждения. Еще раз скажу, мы все начинаем подготовку к выборам 2021 года с промежуточными боями на выборах в 2020. Я был бы рад, если бы умное голосование стало бы демократическим, прозрачным и понятным списком консолидированного голосования всех демократических сил. Так было бы правильнее и говоря терминами умного голосования умнее. Всего хорошего. До новых встреч.